В светлой, но некоторым образом застиранной рубашке с коротким рукавом, со слегка взбитыми надолбом негустыми волосами, в старомодных брюках, барселонец Хосе был безнадежен для роли кабальера, но гидом с его увлеченностью и желанием поделиться вполне. Одно то, что он говорил по-итальянски, и я его понимала, могло сойти за удачу. Для нас обоих язык этот не был родным, а, стало быть, беглая неразборчивость нам не грозила. — Что бы ты хотела увидеть первонаперво? — обратился ко мне добрый Хосе. — Не знаю. Давай так, ты на правах знатока предложи свой план по твоему опыту. — Ну, тогда сразу по готическому кварталу Барри Готик. — Уже была вчера. Хосе улыбнулся некрасивым ртом, показав металлический зубной мост в виде литой проволоки, похожей на скрепку. — Ага, но Рамблу ты точно не знаешь. Рамблу нужно пройти от начала до конца, почти от порта до площади Каталонии, или наоборот. — Пойдем. — Бульвар Рамбла, пешеходная аллея, окантованная роскошными платанами с пятнистой корой и проезжей частью по обеим сторонам, давно превратилась в городскую сцену, растянувшуюся приблизительно на полтора километра. С утра до вечера, заполненная толпой, Рамбла объединила локальные рынки цветов, киоски с журналами и соответствующей мелочью, перформансы свободных художников и товары для неискушенного туриста, равно как и туриста взыскательного, бродячих музыкантов, увлеченных своей игрой, интернациональную толпу любопытных и, наверное, реже местных жителей, и в основном исполняющих роль гидов. Попей воды из этого фонтана, — предложил для начала Хосе. Это знаменитый фонтан Каналетас. По преданию, кто из него попьет, обязательно вернется в Барселону. Не знаю, как ты, но я бы хотел, чтобы ты вернулась. Большой фонтан, похожий на украшенный фонарь, был отделан литьем, гербами, листьями, фигурками и состоял из четырех кранов-колодцев, укрепленных крест-накрест. К каждому подходили люди, кто с бутылкой, кто просто так, и пили, мечтая, еще не уехав, опять побывать в Барселоне. На балконе близлежащего жилого здания стояли два парня. Один, обнаженный по пояс, лениво поигрывал на гитаре, у другого на плече сидел попугай. Они смотрели на Рамблу сверху, дополняя собой ее бурную творческую жизнь. Здесь всем жилось весело и интересно.